Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная звука. Так как первая партия вяленых бананов у нас... Ну, короче, мы съели прям в драку, нам не хватило. Я решила сразу же, через несколько дней, приготовить вторую партию. Но теперь я купила больше бананов объем, потому что я знаю, что они сильно уменьшаются. И теперь я знаю, какие именно бананы я хочу получить вот в этом дегидраторе Оберхоф. В первый раз я начинала, когда готовить, я хотела приготовить банановые чипсы, но не дожидаясь до окончания вот этого процесса, когда получились чипсы именно вяленые, не сухие, как хрустящие, а вот такие, как мармеладки, мне они больше понравились, и теперь я буду уже изначально делать бананы вяленые в дегидраторе. Для того, чтобы приготовить вяленые бананы в дегидраторе, мы делаем точно так же, как для банановых чипсов. Я очищаю шкурку, режу на ровные кружочки, и сейчас буду укладывать на решетку. Для приготовления этого блюда подойдут и переспелые бананы. Я переспелые, мне даже нравятся еще больше. Ну, короче, бананы любого качества, можно завялить. Все бананы я нарезала, разложила под дончиком. Сейчас включу дегидратор, установлю температуру, время, и хочу положить просто, чисто ради эксперимента, туда три персика. Персики я не собиралась вялить, но раз принесли с магазина, купили, значит, буду вялить еще и три персика. Как всегда, шкурки оставляю в огород, на приманку муравьям. Все, сейчас включу. Персики оказалось недозрелые, из них очень тяжело косточки было изымать. Очень кислые, я всего два положила, больше не стала ложить. Невкусные. Хотя к дегидратору вот такой прекрасный сборник рецептов прилагается, я уже изначально знала, что я что-то буду менять, что-то буду делать по-своему. Ну, вот так и получилось. Начав первый раз готовить томаты, ой, эти банановые чипсы, у меня непроизвольно получился совсем другой рецепт, хотя я начинала готовить вот по, ну, по рецепту из книжки. Получился другой рецепт и получились бананы вяленые, которых вот в книге рецептов нет совсем. Но это тоже прекрасное блюдо, и так как мне оно понравилось больше, то второй раз я уже целенаправленно делала вяленые бананы, и для этого изменила немножко. Вот там, где задаем мы программу, вот здесь. Тут вот есть панель для управления, температура, время. Температуру, конечно, я оставила такую же, так указано для фруктов. То есть я при, там, 56-58, по-моему, градусов, я при такой температуре их сушила, но время выставила уже не 10, а 6 часов. Так вот в первый раз, когда они дошли вот до такой кондиции в течение 6 часов, мне понравилось. И сейчас я повторила свой первоначальный опыт, который как бы был не очень удачный, потому что съели все во время приготовления, было мало бананов. И вот сейчас я получила именно то блюдо, которое мне понравилось в первый раз. Бананы вяленые. Что могу сказать о них? Они получаются как замена конфеток. Это мне очень подходит, потому что я сейчас, ну не только сейчас, а вот почти все время стараюсь придерживаться вот этого здорового питания. Сейчас я исключила сахар из рациона. И кофе пью без сахара. И стараюсь вот такого рафинированного сахара не использовать. И хотя бананы тоже очень сладкие, и они для диетического питания не рекомендованы специалистами, но я считаю, что все-таки съесть вот банан с натуральным сахаром, с природным, чем насыпать себе в стакан чая или кофе две ложки вот такого белого рафинированного сахара. Совсем без сахара, конечно, тоскливо. Сладенького охота. Я специально сделала вот столько много себе, внуку. Это замена конфет. Это вот натуральные конфетки. Я уже и первый раз дегустировала, восхищалась вкусом. И сейчас они как раз такая кондиция, что они не сухие, не хрустящие. Их можно кушать без усилия. Конечно, такой продукт, банановые чипсы сохранились бы намного дольше. Такой продукт, вот, ну как в теплой, в комнатной температуре долго не будет храниться. Но я сейчас положу их в контейнер, поставлю в холодильник. И вечерами, когда особенно, глядя телевизор, когда я смотрю телевизор, хочется чего-нибудь сладенького такого, чтобы не кушать шоколадную конфету, чтобы рука не тянулась за шоколадкой, я пойду и возьму несколько вот таких вяленых бананчиков. Ой, извините, в рот положила, но пила рот с бананом. Сейчас я прожую, и как раз сложу бананы, и покажу вам окончательно, вот уже, как они у меня будут храниться. У меня получилось целое вот такое ведерко вяленых бананчиков. Теперь я буду длительное время их употреблять. Это, знаете, как теперь в моем сердце спокойно. Я сладкоежка, которая постоянно себя ограничивает в употреблении сладкого и сахара. Буду понемножку есть. И у них такая вот эта вот как бы структура, которая меня наводит на мысль, что их можно очень хорошо использовать, например, во время выпечки. Делать какие-то сладкие пироги. Вот знаете, как типа шарлотки, только вместо яблок положить вот эти бананы. Я вот хочу уже попробовать. Жаль, что сейчас времени нет. Или вот банановую. Но это уже не шарлотка будет. Ну, типа шарлотки сделать. Или, например, в какие-то торты, в прослойки. Но я хочу поэкспериментировать с этими вялеными бананами. Еще дальше их использовать. Вот на эту продукцию у меня долго идущие планы. Очень уж они мне понравились. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok